Сегодня на связь с телевизионным агентством Урала вышел недавно ограбленный уралмашеский житель Борис Марков и сенсационно заявил, что по его мнению, его квартиру обчистили не жулики, а милиционеры. Напомню, в прошлую субботу вечером некие злоумышленники вырвали решетку с окна второго этажа в доме на восстание 108 и попробовали по газовой трубе пролезть в 184-ю квартиру Марковых. Сами хозяева в субботу днем уехали на дачу, однако соседи снизу услышали шум оторванной решетки, увидели четырех жуликов и позвонили в милицию. Нагрянувшие органы задержали одного пацана, выходившего из подъезда, но причастен ли он к ограблению, неизвестно. Чтобы пробраться в жилище и попробовать задержать остальных жуликов, милицейские позвали пожарных с лесенкой, залезли в открытое окно и тут начинается самое интересное. Хозяин жилища Борис Марков, появившийся дома лишь в воскресенье вечером, уже после ограбления, утверждает, опираясь на видеокадры, что его имущество якобы сперли милицейские. Дело в том, что он знает расположение вещей до отрыва решетки и, судя по видеокартинке, порядок в квартире преступниками нарушен не был. Во всяком случае, в частности, видеомагнитофон стоял на месте, кассеты не были разбросаны, ну и так далее. Господин Марков делает вывод, что преступники в квартире поживиться ничем не успели, и более того, по мнению хозяина, они даже не успели залезть в квартиру, а были спугнуты милицией. После же визита органов правопорядка из квартиры Маркова пропали. Видеомагнитофон, одна штука, несколько кассет, серебро и парфюмерия жены из серванта и электродрель из шкафа. Уточню, что это утверждает сам господин Марков. Мы же по-прежнему, как и в том первом сюжете, верим в честность нашей милиции. В понедельничном сюжете мы только в шутку предположили такой вариант. И это ж надо угадали. После ухода милиции за окнами Марковых блюли тщательно соседи. И вроде бы как никто в воскресенье в его квартиру проникнуть не мог. По крайней мере, никто об этом не сообщил. Так что у хозяина вывод наклевывается один. Что забавно, когда Марков пришел в Орджоникидзовское следствие и это предположение высказал, то заместительница начальника следствия, по его словам, произнесла. Да может это еще и не наши взяли. Может это пожарные. У них же была лестница. Короче, история мутная, скверно попахивающая, причем какой-то мелочностью. Может быть Борис Марков и не стал бы поднимать бучу, да только за последние 10 лет его простого водителя ограбили уже седьмой раз. Достало.